Подразнили и забрали. Численность техники у челнинских спасателей стала больше, но ненадолго. Пожарные автомобили Казань скоро позаимствуют, по понятным причинам, на универсиаду. Впрочем, это не главное разочарование. Дело в том, что помимо машин город лишится и спасателей. Кто останется на случай ЧП в набережных Челнах, узнавал Александр Елисеев. По случаю пополнения автопарка в 56-й пожарной части провели показательный смотр техники. Сотрудники МЧС внимательно осмотрели все автомобили, заглянули в каждый салон. На территорию Пчелнинского гарнизона прибыло три единицы техники с Казанского гарнизона. Это две основных и одна специальная. Специальный автомобиль газозащитной службы. После осмотра, после оформления соответствующих документов, данная техника будет проходить службу на территории гарнизона. Сейчас новые автомобили проходят адаптацию к челнинским условиям и потребностям. Но скоро пожарные машины и сами спасатели из набережных Челнов отправятся в столицу республики помогать коллегам во время проведения универсиады. На универсиаду аккредитованы 54 сотрудника МЧС. Также в Казань отправится 7 единиц пожарной техники. Среди них и эта небольшая ИСУЗУ. Еще вчера она прибыла в Челны для проверки, где и должна остаться. Но уже скоро уедет в Казань. Ее мобильность и размер идеально вписываются в условия густозаселенных городов. Спасатели уверяют, набережные Челны все равно будут защищенными. Еще достаточно сотрудников МЧС и спецтехники для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность города и Тукаевского района. В каждом подразделении имеется резерв пожарной техники. Тот резерв будет введен, а автомобили, которые у нас с большей емкостью, они уйдут в Казань на дежурственную универсиаду. После возвращения из Казани освободившаяся техника поступит в распоряжение Тукаевского района. Два автомобиля от 15-го отряда Челнов и три машины от главного управления МЧС по Татарстану. Александр Елисеев, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.